то есть женщины как привлечь мужчину надо знать одна женщина спросила как мне сделать так чтобы я вышла замуж я говорю очень просто она говорит что-то я не вижу что просто надо сбить кого-то какого-то мужчину с ног он говорит зачем его сбивать с ног я наоборот хочу чтобы он встал на ноги его нет вам надо его сбить с ног чтобы он стал несчастным замученным и слабым и когда он таким станет тебе будет казаться что нет смысла с этим человеком связаться потому что он слишком слабый несчастный замученный а ты его помни таким как он был до того как ты его сбила с ног из-за этого выходи замуж за того как он был раньше то есть сбивая его с ног после того как убедилась что хороший как бы курец и дело из него жареную котлету потом но сначала пускай он влюбится пускай добивается если ты увидела что мужчина хочет взять тебя замуж то только после этого можно уже думать его сторону понимаете женщины потому что мужчины они имеют два на две направленности одна направленность чаще всего бывает мужчина хочет понаслаждаться женщиной и вышвырнуть ее из своей жизни а вторая направленность желание ответственность взять взять замуж так вот запомните тот мужчина который хочет вами понаслаждаться он выглядит очень эффектно общается с вами очень ласково нежно и он очень крутой такой фраер понимаете и ему на вас наплевать на самом деле потому что тот мужчина который реально хочет вас взять замуж он эффектно и выглядит он на самом деле очень хороший человек он вас любит вы об этом знаете но он проигрывает тому кто вас замуж не хочет взять он проигрывает этому человеку если выбираете того кто не хочет вас замуж взять а выглядит очень эффектно и с вами общается ля-ля-ля-ля-ля и вам это очень нравится то этот человек обманывает вас и он несомненно вас бросит а вот тот мужчина который действительно полюбил и добивается он хороший человек но вы его не любите почему потому что невозможно любить того кто вас любил с каков закон но потом когда он успокоится вы как бы согласитесь за него замшил мечта сбудется вы обязательно его полюбить когда он успокоится любовь на себя не будет перетягивать тогда ваши чувства тоже появится в вашем сердце вот так женщина должна выходить замуж и других вариантов нет запомнили потому что если вы решили влюбиться до свидания человек система ясна вот знаете вот если мужчина начал вам что-то рассказывать он это делает для того чтобы понять вы его женщина или нет потому что если вы совсем согласны что он будет значит его женщина если не согласна значит не его женщина не надо ничего говорить можете в это время ну вспомнить какое-то стихотворение допустим можно как бы в это время его повторять наизусть допустим в уме вот надо на него смотреть кивать ему так вот и пускай рассказывает рассказывает вот думайте о чем то своем за ну как бы настройтесь надолго и в тот момент когда он рассказывается он такой станет счастливым расслабиться это значит что он понял одну важную вещь что я летчик всю жизнь хотел быть летчиком и наконец-то я нашел девушку которые которые нравятся летчики потому что мужчине очень ценно если жена принимает его вместе с его работой с его жизнью понимаешь и его устремленность а если наоборот не принимает для это катастрофа для мужчины вот если мужчина чем-то занят жизни а жене это не нравится это катастрофа для мужчины и поэтому он со своим сердцем чтобы не ошибиться он интуитивно это проверяет рассказывает женщине свои интересы свои устремления ищет поддержку как бы если говорить с точки зрения вот более глубокое то надо понять что как женщина устроена ей вот блин вот это все вообще 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 она далека от этих всех как бы мертвых петелей там на самолетах там и так далее но ей как бы это все вообще как бы не ее песня много если женщине нравится мужчина она кивает ему потому что ей нравится как он говорит не о чем говорит а просто когда он говорит ей нравится она кивает ему о чем там говорит она особо и не то а он думает что ей так враги и что и так нравится глубина его размышлений вообще этой глубины она вообще там даже не это близко не стояло вот такая система поэтому даже если вам женщин человек нравится но когда он начинает демагогию разводить как бы вы устаете то ну просто ну просто подумайте о чем-то другом не мешайте мужчине высказываться пускай говорит неситесь по-доброму к этому вопросу тоже нормально конечно конечно скажите можно я параллельно буду готовить ты долго говоришь как мне очень все нравится но мне надо что-то еще делать параллельно он говорит ну конечно я буду рассказывать а ты можешь готовить ну и вы занимайтесь приготовлением пищи пускай рассказывает ему надо рассказывать понимаете потому что ему нужна эмоциональная поддержка жены я вам сейчас расскажу что происходит технически в это время очень важные вещи происходят я сейчас вам объясню вот смотрите у мужчины есть сила добиваться всего но благословения нет ну то есть есть такое понятие удача понимаете вот это самое самое дефицитная вещь в сердце мужчины и удача идет всегда от женщины поэтому мужчина рассказывает жене чтоб в его деятельности получить удачу если он видит поддержку в жене что она согласна она с любовью слушает говорит молодец все правильно дальше он горы свернет потому что ну все срастается понимаете ну то есть у него появляется возможность это сделать потому что для этой возможности у нее все есть воля там знания силы но нет чувство победы что будет все хорошо это чувство дает жена поэтому очень серьезно отнеситесь к этому вопросу вы же хотите чтоб мужчина денег много приносил и был успешным так тогда поддержите его вложите это немножечко в это свои силы и вложите это очень просто надо просто сказать ты у меня такой правильный молодец все правильно ты давай двигайся вперед и он пойдет вперед дальше даже если он знает что вы не сильно глубоко слушаете он все равно будет счастлив если вы его поддержите потому что ему нужна от вас именно поддержка вот смотрите если вы будете глубоко слушать его и начнете рассуждать по поводу того что он говорит это будет большая ошибка потому что ему ваши рассуждения в сто лет не нужны он и так все знает как ему надо делать надо просто слушать и кивать все что ему нужна просто энергия ваша вот этой любви которая дает ему удачу в жизни мужчине а если нет поддержки вот ты знаешь что ну пусть и жены но жена не поддерживает бывало просто раньше а ты если не хочу понять это хороший очень вопрос принцип такой смотрите если близкий человек приносит страдания это в целом в принципе он делает абсолютно не так как надо ему делать по его обязанностям то нужно это принять как свою судьбу и только тогда вы сможете это победить ну технически вот так жена не слушает тебя и вообще твою деятельность не принимает нужно принять это все согласиться с этим и потом если ты так сделаешь по доброму как бы с ней говорить на эту тему что вот я хотел бы знать вообще чем ты хочешь чтоб я занимался и так далее и в этой беседе вы узнаете много важного для себя как должна измениться ваша жизнь то есть истина будет где-то посередине может быть даже с вашей стороны но она реально внесет в вашу жизнь колоссальные изменения если вы ее примете и потом вы слушаете то есть вы она вам реально поможет потому что у женщины есть сердце опасность за мужа она обычно реагирует парадоксально то есть если она за это боится значит этим вообще не надо заниматься но нужно принять ее мнение ее реакцию и сделать сделать учитывая ее понимание поправки да сделать как ты делаешь женщина может спасти человеку жизнь у мужа имеется у меня был такой случай в жизни это было где-то около полтора года назад у меня начало мутнеть зрение в левом глазу прямо раз и пропадает зрение я так помолился помитировал видел что там спазмы мышечные спазмы в глазу из этих спазмов возникают а спазмы от компьютера вот и жене сказал у меня пропадает зрение глазу и она говорит все пойдем к глазному врачу я договорился с профессором одним очень серьезным глазным врачом он посмотрит тебе глаз я говорю да я сам вижу свой глаз у меня там спазмы она говорит нет пойдем к врачу и она начала настаивать и я просто думаю ну ладно хорошо и я пошел к врачу я пришел к врачу он говорит на что вы жалуетесь я говорю я ни на что не жалую жена жалуется и жена начала жаловаться и он с ней поговорил все и потом измерил мне глазное давление казалось что у меня очень высокое глазное давление то есть я то понял что там спазмы но последствия этих спазмов я не понял что в результате повышается давление передавливается зрительный нерв и очень скоро может быть атрофия глаза ну то есть жена мне спасла глаз то есть я не задумывался об этом сейчас я сделал так что своим методами лечения что у меня глаз в норме то есть я поставил семена в уши вот ну то есть так родился новый метод лечения волкому никто так не лечит я с помощью молитвы увидел что есть такие семена есть такие точки на ухе что поставив туда семена они регулируют глазное давление сейчас у меня в глазу в этом всегда норма давление я просто семена ношу и все всегда да всегда а это все индивидуально подбирается то есть надо это была скрытая реклама на самом деле надо записаться к нам в центр пройти бесплатную консультацию и потом мы вам вышлем семена и отрегулируем их мы вышиваем больше чем нужно человеку для лечения как долго вы находили как лечить семена я себе находил в течении нескольких месяцев и так и разработал метод но этот метод теперь для человека нужно всего когда семена уже пришли две недели коррекции чтобы полностью отработать методику и дальше человек носит у него давление нормальное но мы так лечим сейчас многие болезни с помощью семян ну то есть особенно хорошо помогает детям слабоумным ну развить развивать их интеллект и особенно хорошо помогает тем людям которые психически больны ну то есть там где не помогает никто человеку не может помочь вот эти методики глубокой регуляции организма через ухо они работают но есть одно но если человек энергию природы не получает не бегает там зарядку на воздухе не делает ничего не поможет для того чтобы вылечить человека нужна энергия которая внутри человека есть и эти семена просто ее перенаправляют в нужное русло ну то есть наш опыт показывает человек здоровый образ жизни не ведет семена не помогают ну просто они перенапрягают человека то есть они требуют энергию а ее нет и человеку плохо становится от них просто он не носит поэтому вы не отделаетесь от того чтобы выходить на свежем воздухе поститься то есть правильно жить возвращаемся назад я вам сказал не про семена а про жену она спасла мне глаз я знал все что в глазу происходит но мое знание было ограничено понимаете она заставила меня пойти к врачу и узнать глубже об этом что дало мне возможность себя вылечить понимаете так устроено женское сердце она до конца не понимает что происходит но она направляет мужчину на истину у нее сердце связано с Богом по отношению к мужу не по отношению к себе по отношению к себе она не знает что ей делать жизнь она поэтому советуется со всеми женщина получает знания как ей жить через тех кого она любит через подружек через близких людей через родителей она всегда ищет истину в жизни но мужчина всегда добивается истины через свой опыт запомните женщину поэтому муж вас послушает в какой-то степени он не сможет поменять свое направление в жизни как вы это делаете с помощью советов других людей мужчина всегда должен через свой опыт все пропустить иначе он не поймет просто он не получит знания ему надо самому попробовать все понять принять изучить и так далее это требует колоссального времени поэтому женщина все принимает быстрее понимает быстрее но применить ее это очень сложно мужчина понимает и принимает гораздо медленнее но применить это все ему потом очень легко поняли разницу в чем между мужчиной и женщиной поэтому изменение близкого человека всегда это большой труд женщина может быстро понять что ей надо это делать то что муж говорит но чтобы ей это сделать нужно вдохновение вот на это будет требоваться много времени мужчина очень медленно понимает то что ей говорит жена ему говорит но когда он поймет ему не надо будет ничего уже он будет делать сам чтобы женщине что-то делать ей нужно всегда помогать в этом потому что у нее не хватает волевой силы она имеет знания но ей трудно это применить поэтому она должна всегда искать поддержки женщинам вдохновения так разумные женщины живут они всегда вдохновляются и делают как надо с помощью этой силы вдохновения женщина может жить сильно и счастливо только когда много вокруг вдохновляющей силы много женщин подружек старшие есть лекции там ее постоянно должно что-то вдохновлять и тогда она сильная позиция жизненная у нее у женщины понимаете она всегда идет вперед мужчина идет вперед когда есть друзья которые также живут и они поддерживают но друзья поддерживают потому что они идут в этом направлении не то что они тебя вдохновляют мужчина сам вдохновляется когда видит что кто-то делает так же все а женщину именно надо вдохновлять она должна почувствовать что ей это хочется сделать и тогда она это будет делать не хочется не будет делать и так запомните одну вещь всегда близкий человек несет в себе кучу несправедливости если вы хотите чтобы это несправедливость прошла сначала примите его вместе с этой несправедливостью шагните пропасть идите туда куда никто не ходит кажется что вообще капец какой то зачем я вообще эту девушку взял замуж она ну вообще меня не понимает идите в пропасть ничего не бойтесь она так себя ведет потому что вам так положено по судьбе как только вы применили судьбу совсем согласились смелились и с этого момента ее понимание потихоньку начнет меняться и придет время она вообще так думать не будет и вы таким образом вы побеждаете судьбу вот так все работает система попробуйте один раз потом вы всегда это будете применять в жизни у вас никогда не будет сомнений что так надо делать это касается не только подружек а также начальника вообще людей вокруг начальник начал против вас что то он как бы вас недолюбливает примите его таким и дальше будет только два варианта первый вариант или он перестанет вас недолюбливать или второй вариант вы поймете что вам надо работать в другом месте то есть он вам несет какое-то знание какое вы не знаете то есть вы просто принимаете его делаете как как он считает нужным и со временем произойдет или он начнет вас уважать и это значит вам там надо остаться вы просто тяжелая карма на вас повлияла или вас бог заставляет выталкивает из этого места и это в этом случае начальник будет дальше дальше вас выталкивать несмотря на то что вы его прощаете и в какой-то момент вы просто поймете и не просто поймете а у вас также появится предложение в другом месте то есть бог когда вы отработаете карму он вам не только вы увидите что вас отсюда выталкивает а также увидите в другом месте что вас приглашают вот до этого момента надо ждать и когда вы дождались просто идите туда и подарите начальнику весь мир а если вы сразу уйдете то вы останетесь без работы несправедливость которую человек видит в этом мире является основанием для того чтобы побеждать себя нельзя относиться к несправедливости как к чему-то враждебному это неправильное мышление если вы видите какую-то несправедливость примите ее сначала чтобы понять что с этим делать есть определенные виды несправедливости которые никогда не надо пускать в свою жизнь например если вас изнасиловать хотят на улице то сопротивляйтесь всеми силами кричите визжите никогда не молчите не соглашайтесь и тогда человек от вас отстанет он увидит шум гамму если вы испугаетесь и будете молчать то он может вас убить потом даже понимаете поэтому некоторые вещи нельзя соглашаться когда идет насилие допустим муж бьет с этим нельзя соглашаться надо жить отдельно сразу и ставить ему условия муж приводит другую женщину домой не снато соглашаться понимаете то есть есть такое понятие предательство насилие хамство никогда с этим нельзя соглашаться вы потеряете себя как человек соглашаться нельзя сразу жить отдельно вы скажете ну у нас дети там вы спасете детей если вы так сделаете потому что в таких случаях когда хамство жесткость грубость ненависть идет то в этом случае человек может отрезветь только если он что-то теряет другого способа нет понимаете если вы с ним продолжать жить будет и хуже хуже и хуже только лучше никогда не будет поэтому если человек черту перешагивает всегда нужно его наказать но наказать по-доброму часто люди терпят до последнего потом бросают человека а потом сожалеют потому что когда они бросают они видят что он начал меняться так надо было не бросать а просто жить отдельно чтобы он поменялся понимаете да о чем я говорю если вы заметили вот эту несправедливость в своей жизни такую жуткую это значит что в прошлой жизни сильно набедокурили но с несправедливостью рядом жить не надо если человек с ножом на вас бросается не живите с ним но и не бросайте дайте ему шанс если он неисправимый этот человек он бросится с ножом на кого-то другого и сядет в тюрьму это не ваша проблема это его будет проблема понимаете или он исправимый и раскается но если говорить о воспитании мужчины такого упёртого который реально совершает большие глупости то женщины тактика такая вы ему ставьте условия когда живете отдельно он будет соглашаться что он не прав и будет клясться вам что он больше так не будет делать знайте что его клятва правильное но обычно если у человека такое влияние злых сил на него но он не сможет за один раз справиться поэтому вы рассчитываете на пять шесть раз ну то есть другими словами он вам клянется пить не буду вы возвращаетесь назад как только выпил уезжаете и опять ставите условия и так шесть раз на шестом седьмом разу можно делать выводы если шесть раз вы так сделали ничего не меняется надо ставить точку это значит что этот человек выбрал бутылку а не вас это его выбор вы никого не бросаете он просто сам выбирает своей жизни потому что там где живет бутылка женщина жить не может или она сама тоже в эту бутылку залазит два только варианта может быть ну то есть есть три категории людей они характеризуют три типа судьбы есть непреодолимая судьба очень жестокая с ней надо на расстоянии держаться с ней жить нельзя как определить непреодолимую судьбу она унижает человек делает из него котлету унижаться никто не заставлял человека в жизни судьба унижает живите отдельно не бросайте свою судьбу бросать нельзя воспитывайте придет время он сам вас бросит или и вы получите хорошего мужа когда вот смотрите какая система жестокая судьба муж бьет пьет изменяет живите отдельно или на расстоянии допустим он бросать вас не хочет просто гуляет не спите с ним не целуйтесь помогайте заботьтесь и говорите я с грязью не сплю или становись нормальным мужем или вот так будем жить понятно да о чем я говорю пока человек не раскается но если вы начали с грязью спать вы сами грязью станете и ваше чувство собственно достоинство станет таким слабым что он обязательно вас бросит то есть в чем опасность такой ситуации опасность в том чтобы предательство принять в свою жизнь никогда предательство не принимайте в свою жизнь всегда держитесь от него подальше вы достойны божественных отношений каждый человек достойно настоящей любви да это моя судьба действует но есть три типа судьбы с одной судьбой нужно восстать против нее и отодвинуться это невежественная судьба когда идет беспредел и ставить ей условия второй вид судьбы это страстная судьба когда близкий человек в принципе хорошо настроен у него нет там особо каких-то прибабахов больших но он вами не сильно интересуется он занят чем-то своим в жизни это обычно 90 процентов жизни у людей ну то есть мы живем как вместе как немножко чужие люди как бы живем вместе каждый чем-то своим занят причина почему так люди живут потому что они не развиты просто и все они хорошо настроены друг к другу но они не развиты они не умеют отдавать себя человеку понимаете чтобы человеку отдавать себя другому человеку надо сильно влюбиться в него а я вам говорил последствия такой влюбленности ну и она даже если ты влюбишься в кого-то все равно это все приезд со временем влюбленность человека заканчивается по-любому у всех но всю жизнь не будет точно поэтому это не работает надо просто служить близкому человеку и доходить до трех стадий любви в отношениях первая стадия называется благодарность я вам ее объяснил на этой стадии можно отношения сделать уже Потому что если в отношениях есть и служение, и воспитание, они неразрушимы. Человек или воспитывает человека постоянно и разрушает с ним отношения, потому что обычно такой человек ему не служит. Он гордится собой и постоянно полукает им, воспитывает. И отношения разрушаются. Или человек постоянно служит и унижается, и разрушает так отношения. Но если в отношениях есть служение и воспитание, отношения неразрушимы. Потому что в них постоянно живет совесть. Понятно? Первая стадия — благодарность. На этой стадии можно воспитывать близкого человека. До этой стадии бесполезно. Ничего вы не сможете в него воспитать. Благодарность приходит от вашего подвига в отношениях с ним. Вы какой-то вклад делаете в отношениях, которые он сам бы сделать не смог. Вторая стадия отношений называется уважение. Что это за стадия? После благодарности постепенно человек постигает божественную природу близкого человека. Эту божественную природу вы уже видели, когда влюбились в него. Когда человек влюбляется в кого-то, Бог показывает, к чему надо стремиться в человеке. Ты уже видел это, чувствовал. Теперь поверь, что это так и есть. Ты увидел много всего другого после этого. Но смотри на человека так, как ты увидел во время влюбленности. Потому что во время влюбленности Бог открыл себя в человеке и через него показал тебе себя. Смотри на человека так же, верь, что он такой. И он таким станет. И это называется уважение. Что такое уважение? Когда ты увидел в человеке божественное. Ты не влюбился в него, как в Бога, понимаете? Слепая такая любовь, что тебя заставила предать мелодию любви. Слепая любовь. А ты служишь человеку, потому что знаешь, что ты видел в нем вот это божественное. Нравился он тебе, этот человек. И помни это чувство, служи ему так. И в какой-то момент ты увидишь, что так и есть. И в этот момент ты его начнешь уважать. Понимаете? Это вторая стадия любви. На стадии уважения люди уже никогда не бросают друг друга. Потому что, ну, как бы, ну, вот это вот наслаждение сексом, оно даже близко не стояло к этой стадии. Люди настолько вот счастья много испытывают, когда они друг друга уважают, что там наслаждение сексом, которое быстро заканчивается, я вам говорил. То есть это там несколько лет и все. Вот. Вот. Оно даже близко не стояло с этой чистотой в отношении. И третья стадия любви называется верность. Что такое верность? Верность – это когда ты очень глубоко чувствуешь человека. Очень глубоко. Понимаете, на этой стадии люди не расстаются в следующей жизни. Тебя я услышу за тысячу верст. Ну, то есть люди вместе дальше идут. Ну, как бы, есть несколько песен, которые поются именно об этой стадии. И некоторые из них написаны очень большими мудрецами, но почему-то стали шлягерами советской песни. Одна из таких песен – это вот эта песня. Когда Арбин Даранат Тагор, входя из жизни, давал наставление своей жене, и это сделал в стихотворной форме. Он ей говорил о том, что мы будем вечно вместе, что любовь – это самый большой закон, который объединяет людей. И он говорил ей о том, что когда ты будешь уходить из жизни, будешь уже в пожилом возрасте, ты вспомнишь меня. И что ты так же будешь чувствовать меня всю жизнь. Потому что люди не разлучаются после смерти, если они достигли этой стадии любви. Ну, они достигли, поэтому он ей это рассказывал. И он ей объяснил, что мы будем вместе в следующей жизни. Скажете, ну, мне бы такую любовь. Мечтой такая любовь, мои хорошие, не достигается. Она достигается только трудом души. И начинается этот труд души с двух вещей. Первая вещь называется – привязать себя к Богу и поверить в Бога, а не в человека. Не искать божественной любви от человека, а найти ее в Боге. Это первая вещь. И вторая вещь – это принять несправедливость в жизни. Не бояться ее. Знать, что судьба будет вас мучить только через близкого человека. И когда она будет вас мучить через него, в этот момент он будет слеп по отношению к вам. Он не будет вас видеть. И вы должны принять это спокойно и идти дальше, вперед. Но человек никогда это не может принять спокойно, если опереться не на кого. Поэтому без веры в Бога никто в этой жизни не сможет достигнуть победы над своей судьбой. Без опоры невозможно жить. А опираться на близкого человека – безумие. Потому что он иногда гармонично живет с тобой, когда тебе положено, а иногда мучает тебя, когда тебе положено. И мудрый человек это знает. Но запомните, если близкий человек тебя мучает, это гораздо лучше, чем если бы тебя враг мучил. Поэтому Бог и так сделал он, милостивый, чтоб нас мучили любимые, дорогие люди. Они все равно как-то пожалеют, понимаете, в последний момент. Последние кишки тебе отрезать не будут. Вырвут, если ты будешь сопротивляться. Вот в этом как-то моменте. Я вам расскажу одно откровение свое. Я люблю все изучать с детства. Ну, в отношении имеется. Разок моя жена рассердилась на меня. У меня было в это время такое медитативное настроение. Я смог выдержать удар ее обиды, не расстроиться, а войти в ее сердце и начать смотреть, откуда эта обида взялась. Представляете, я пошел, пошел, пошел по этой энергии вверх и увидел женщину, божественную женщину, которая была на меня разгневана. Она смотрела на меня в гневе в таком. Я, правда, не знал за что, но так как она божественная такая, я ей поверил. И я просто вот так мысленно руки сложил. Это все в секунду происходило. Руки вот так сложил и сказал, хорошо, я согласен, я принимаю наказание. Так сказал ей. Хотя чувствовалось такое очень сильное давление, такое, знаете, насилие какое-то, женское насилие над моей психикой. В этот момент, когда я так сделал, та божественная женщина, она в секунду поменялась в лице ко мне и начала по-доброму на меня смотреть. И в этот самый момент неожиданно жена поменялась в лице и начала смотреть на меня по-доброму. Прям полная синхронизация. Вот так вот. И она потом говорит, что-то ей так резко поменяло свое ощущение о тебе. Ну то есть близкие люди ощущения о нас имеют от высших сил. И они абсолютно убеждены, что они правы по отношению к нам. И они не знают, что они очень сильно мучают нас своей правдой и приносят нам страдания. Они не знают, они уверены, что так надо им и все. Так делают высшие силы. Другой раз я сам рассердился на жену. И у меня было медитативное настроение. Я не поддался на это чувство и начал смотреть уже осознанно, кто через меня ее наказывает. Мне хотелось посмотреть. Представляете, я не смог это увидеть, как не пытался. То есть, это, хоть я был уверен, что я надо было наказать, но, кто через меня действует, я не смог увидеть. Представляете, как сильно это все зашифровано для сознания человека. То есть он очень убежден, что он должен вот так относиться к близкому человеку, мучить его, но по чью дудку он пляшет, он не узнает, даже если сильно захочет. Представляете? Поэтому мы не отвертимся. Если нам положено страдать от близких людей, надо просто расслабиться, спокойно принять. Но есть три типа страданий. Первый тип страданий называется жестокость. В этом случае надо сразу отодвинуться и не дать возможность себя разрушить судьбе. Второй тип страданий называется непонимание. В этом случае нужно чуть-чуть отодвинуться и принять человека, его непонимание тебя. Принять. И дальше это превратится постепенно в понимание. И третий тип отношений, когда ты страдания получаешь от человека, который тебе говорит правду о тебе. И он тебе говорит эту правду по-доброму. И в этом случае страданий никаких нет. если ты сразу это принял. Поэтому есть три типа отношений. Есть невежественные отношения. Они очень опасные. Надо всегда быть на дистанции, когда есть невежественные отношения. Причина невежественных отношений это очень неправильная жизнь в прошлом, которую ты вел. И Бог тебе наказал такими отношениями. Второй тип отношений это страстные отношения, когда человек блага этого мира ставит выше отношений с Богом. он запутывается в этих благах этого мира и поэтому становится циничным. Становится но для него глубина не так важна. Важна какая-то практическая часть жизни. Понимаете? И Бог поэтому дает ему циничность в ответ. Он дает то, что люди не понимают друг друга в глубине, а просто живут ради каких-то примитивных вещей вместе. И третий тип отношений называется благостный. когда люди стремятся к Богу, идут вместе и они становятся очень чуткими друг к другу. И в целом они счастливо живут. Но мучить им друг друга придется обязательно. Потому что мужчина является разумом женщины, а жена является сердцем мужа. Ну то есть вся опасность, все опасности, все трудности, все неприятности муж может предчувствовать в жизни только через жену. А жена если хочет принять правильное решение, она может принять правильное решение в жизни, только посоветовавшись с мужем. Понимаете? То есть может быть он ей не скажет правильное решение, но она поймет посоветовавшись с ним. Потому что так устроил Бог. Если мужчина хочет избежать опасности в жизни, он должен всегда реагировать на этот индикатор, который называется женское сердце, оно когда беспокоится за мужа, надо всегда это принять. А женщина должна, если она чувствует, что она хочет что-то, вот ей что-то понравилось, она какое-то решение хочет принять в жизни. У меня есть одна знакомая, она решила по какому-то методу определенному попаститься, ну там очистить организм. И она сама приняла это решение без мужа. И начала это делать. так как эта женщина меня уважает, она мне намекнула, что она этим занимается. Я ей сказал, что это опасно, то что ты делаешь. Она меня тоже не послушала. Муж с самого начала знал, что это опасно, просто он очень деликатный человек, он не стал ее терроризировать, дал ей возможность самой понять, что так нельзя делать. слава богу, вовремя откачали. Ну то есть понимаете, о чем я говорю? Женщина решила что-то сделать и думает, муж не одобрит, тайком как бы от мужа. Результат печальный всегда. Вы, допустим, решили пойти на лекции, на мои. Муж не одобрит. И пошли. результат будет опасный. Потому что этот результат может разрушить вашу семью. Чем больше вы пойдете к богу, тем больше у вас отдаление от мужа будет. И вы таким образом будете находиться в противоречии в сильном. Что же делать дальше? Идти к богу и соглашаться с мужем. А надо было сделать по-другому. Надо было так вопрос поставить по-доброму и ласково, чтобы муж принял решение. И даже если он не примет решение вас отпускать, все равно допустим если вы пойдете, все равно он будет доволен. Ну например вы ему спросите и скажете слушай мне так важно сходить на эту лекцию пожалуйста благослови меня или отпусти или разреши или ну можно я схожу он скажет нет нельзя это секта вот я знаю много примеров как Олег Геннадьевич закручивал мозги людям и они становились сектантами после этого вы говорите да никакая это не секта все нормально все слушают уже кроме тебя нет не согласен можете поплакать съесть и потом сказали прости меня пожалуйста я все равно решил пойти к сожалению я сожалею но вот я не могу не пойти он скажет ну что я могу сделать я же тебя не привяжу к дверной ручке в этом случае вы сохраните отношения понимаете но если вы просто пренебрежете близким человеком и пойдете туда куда вам надо идти потому что так бог хочет вы все равно сделаете неправильно потому что последствия могут быть губительными для вашей личной жизни и чем больше вы будете идти в правильном направлении тем хуже будет есть еще одно последствие которое вы не знаете если вы без мужа приняли решение то все что вы будете знать пойдет в вашу гордость и ваше чувство что ваш муж тупой как баран и ничего не понимает понимаете да то есть вы делаете что-то без благословения мужа и вас это от мужа отдаляет почему потому что та энергия знания которая всегда должна идти таким образом женщина всегда схватывает энергию знания первое потому что она так чувствительна к знанию и потом неосознно это происходит передает это знание мужу потому что она с ним сердцами связана но в этом случае если она пренебрегла волей мужа эта энергия будет в ней накапливаться в виде гордости а к мужу не пойдет и между ними начнет развиваться пропасть то есть знание не будет перетекать от одного человека к другому а будет разрушать семью так действует эта разрушительная сила женской независимости запомнили поэтому всегда чтобы вы не делали в жизни нужно спросить благословения у мужа если мужчина не благословляет муж на отношение с Богом то в этом нет у него никакого права никто не может запретить человеку идти к Богу но благословение спросить надо потому что в этом случае если вы даже пойдете в храм а он вас не благословил то несомненно придя домой он получит от этого благо из вашего сердца потому что вы сердце свое с ним связали не пренебрегли его мнением понимаете все это женщины так я чувствую как-то как бы вы как-то не радуетесь моим словам до этого такая гармония между нами была я говорю смотрю вы так слушаете а сейчас как это не так почему видишь я вам сразу в начале лекции это не говорил женщине я это сделал незаметно аккуратненько среди лекций тихонечко раз так об этом рассказал я вам не знаю